ребят всем привет сегодня на столе у нас один интересный экземпляр это новинка 2021 года вернее его конца это модель самолета миг 15 bis от компании bronco models 48 масштабе и в принципе для меня это новое и будет очень интересно насколько я знаю аналогов этой модели нет и она по-своему уникальна по компании звезда есть такая же модель 72 масштабе но это переделки 90-х годов а здесь абсолютно новая модель и давайте на нее посмотрим поближе первое на что падает глаз это инструкция которая выполнена из глянца материала представляет из себя небольшую книжку и в целом довольно простенькая интересная никаких проблем с ее пониманием не возникает также у нас в комплекте поставляется брошюра с окрасочными схемами в количестве небольшом количестве и в основном это самолеты корейского конфликта отдельное внимание уделим летникам коих тут не очень много и качество у них очень приятное сам пластик по себе очень хрупкий негибкий и местами кажется будто это в руках у тебя не пластиковые детали а в детали из смолы детали внутреннего интерьера отдельно проработаны очень хорошо и вы это сами видите пожалуй из минусов этого набора является остекление фонарь кабины которые просто ужасного качества и очень мутный дополнительно я брал себе набор фото травления чтобы разнообразить модель также набор дополнительных декалей которые я взял специально чтобы создать порт своего любимого пилота это капитан сергей кромаренко сборка начинается с кабины пилота или как еще она называется кокпита все детали стыкуются между собой очень приятно легко и создается впечатление что они специально задумывались так чтобы собираться без клея и сейчас я это наглядно покажу вуаля ну естественно мы все это дело проклеим вуаля вуаля Субтитры подогнал «Симон» По инструкции сказано, что нос самолета нужно утяжелить, дабы он не опрокидывался на заднюю часть Поэтому в его носовое отделение я засуну небольшой кусок модельного пластилина Теперь кабина собрана и я заранее ее прокрашу В качестве держателя я также использую модельный пластилин, что очень удобно И точно так же в основной цвет я задую приборные панели Основная приборная панель пойдет из набора фототравления Для этого я сначала смазываю суперклеем, поверхность на которую буду клеить фототравленную деталь И потом ее туда прикрепляю Не рекомендую пользоваться клеем Космофем Это суперсекундный цианоакрилатный клей, которым пользуюсь я И очень неудобный в использовании Из-за чего я только что пролил свежую каплю клея на свой новый черный коврик В общем-то, вот таким способом я все это приклеил Точно таким же способом осталось прикрепить ремни безопасности на сиденье пилота Нанеся немного клея на сиденье, прикладываю туда ремень Придавливаю и молюсь, чтобы палец у меня не приклеился вместе с ремнем Вот вроде бы и получилось Последний ремешок и на этом будет готово Чтобы оживить приборные боковые панели, я использую для этого всего три краски Красную, белую и черную, и все это краски от звезды Также тонкой кисточки у меня не было Поэтому я взял обычную среднюю и просто ее подрезал под нужный мне размер И вот таким нехитрым способом аккуратно прокрашиваю все мелкие детали на этой панели Субтитры создавал DimaTorzok Теперь передадим ей глубины и для этого я использую черную смывку, с помощью которой придаю контраста и выделяю все неровности на этой панели А излишки смывки я убираю кистью смоченной в эмалевом растворителе И опять же растворителя совсем чуть-чуть, чтобы он не растекался по поверхности А слегка убирал ненужные мне подтеки Вот так это теперь выглядит и по-моему здорово В комментариях мне очень часто писали, советовали и рекомендовали попробовать хром-маркеры от Tami либо от Molot Напробую я взял такой от Tami и результатом остался очень доволен, чего и всем советую, поверхность просто потрясающая Теперь осталось собрать все детальки воедино и наша кабина будет готовой частью самолета И опять же, несмотря на то, что все прекрасно держится и без клея Я все равно проклеиваю каждый элемент деталей Вставляем главную приборную панель и это будет последним штрихом в нашей кабине Теперь переходим к сборке фюзеляжа и здесь все тоже достаточно просто Как вы видите, есть специальные пазы, в которые детали-то и защелкиваются И опять же, все держится без клея, но мы опять же все проклеим Опять же скажу, что при соединении вот этих двух деталей пришлось немного повозиться В основном из-за носовой части Она не хотела плотно стыковаться, наверное, я так думаю, дело было в кабине Но все же у меня это получилось и я показываю, как это было Так как полностью детали фюзеляжа у меня не соединились, я проклеиваю его местами Сначала то место, которое я соединил очень плотно и уверенно, я хорошенько промазываю клеем Клей немного подсыхает и я двигаюсь дальше Полноценно соединить нос самолета у меня не получилось, поэтому я промажу получившийся шов шпаклевкой от Амии, чтобы его тем самым спрятать И спустя какое-то время, когда шов высохнет, я зачищу его в моем случае наждачным блоком Как-то вот так и, судя по свету, получилось все хорошо Идем дальше и соберем другие мелкие детали на элементах фюзеляжа Как я уже сказал в начале, фонарь кабины оказался слабым местом Как вы видите сами, он довольно мутный и непнятный, и его мы дополнительно обработаем А для этого у меня есть вот эти полировочные пасты, и их-то я и использую Взяв сначала первый вариант пасты вай, нанес ее небольшое количество на фонарь и начинаю втирать в него эту пасту И теперь фонарь выглядит вот так Теперь я беру второй вариант, который у нас финишный, нанеся уже чуть побольше И так же втираю его в поверхность фонаря Фонарь блестит, глаз радуется, и теперь сквозь него все прекрасно видно Фонарь я планирую сделать открывающимся, поэтому приклею его на обычный глянцевый лак от звезды И тем самым он и прихватится, и потом я смогу легко его отодрать, когда мне это будет нужно И сюда у меня так же частично пойдут детали из фототравления, которых, к сожалению, не будет видно Но само их присутствие будет греть душу Закрылки с самолета я так же решил сделать приоткрытыми, чтобы более выделить модель и сделать ее интереснее Крылья, в свою очередь, соединяются просто идеально, без каких-либо проблем или излишней шпаклевки На этом этапе возникла небольшая проблемка вставить крыло Но все из-за того, что ее соединительный пазл не был рассчитан под фототравление Поэтому его мы отрежем И сделаю это просто с помощью ножа И теперь наши крылья спокойно встают на свои места Вот и все, модель можно начинать грунтовать Перед этим я замаскирую фонарь с помощью жидкой маски Я не хотел использовать жидкую маску, но решил попробовать просто другого производителя И посмотреть, как жидкая маска от Валеха себя покажет Если вы помните, то жидкие маски от Вайлдер мне сильно не нравились Потому что сильно мутнили поверхность фонаря И после них всегда отрывалась краска не только с того места, где ты замаскировал, но еще и с соседней Так что Валеха показал себя в этом плане чуточку лучше Чуть не забыл высвелить отверстие в пушке Поэтому делаю это перед процессом грунтования И делаю это с помощью ножа просто потому, что у меня нет сверел нужного диаметра Пока нет Для удобства покраски я вставил в сопло самолета небольшой кусок картона И теперь могу крутить вертеть его одной рукой После того, как модель сама чудесным способом загрунтовалась Можно переходить к следующему этапу А это шлифовка Так как металлик, который я собираюсь использовать Нуждается в черном глянцевом грунте А глянцевого грунта у меня нет, я решил сделать его самостоятельным Отполировав черный грунт И в целом результат будет довольно удачный Даже сейчас, если присмотреться, поверхность уже становится как будто металлическая Субтитры создавал DimaTorzok Эффект правда классный И правда создается имитация металлической поверхности Это очень здорово В принципе, вот так выглядит полностью отшлифованный самолет Местами я сделал это неудачно, но надеялся, что краска скроет эти косяки Вот этот металлик от AmoMig я приобретал еще очень давно И все как раз ради этого проекта И давайте покрасим и посмотрим, что получится Как вы видите, металлик ложится очень тонким слоем Полностью передавая под ложку И выглядит это очень круто Металл как будто настоящий Вот что получилось И самолет правда выглядит очень здорово Также для моделей самолетов я приобрел вот этот стапель Чтобы мне было проще их сушить и легче с ними работать Но так как алкидная краска очень сильно пахнет Я использовал респиратор и чего и вам советую Потому что запах был невыносимый Покрасим теперь носовую часть И, к сожалению, красного металлика у меня не было Поэтому я взял глянцевую красную краску и сделал все ей Также киль самолета я прокрашу в легкий голубой цвет И именно такой был на машине капитана Сергея Крамаренко Тут я совершу главную ошибку и это покрою металлик глянцевым лаком Дело в том, что я не знал, что эти металлики не нужно покрывать глянцем А естественно перед декалями я решил это сделать по стандарту В итоге весь оригинальный естественный блеск металла у меня ушел и заменился искусственным темным глянцевым С декалями получилась отдельная интересная история Все дело в том, что Сергей Крамаренко летал на трех разных машинах с тремя разными номерами И номер 729 по идее должен быть красным, а он получился синий А номер 684 получился красным, а не синим, как это должно было быть Ну да ладно, дальше я использую привариватель декали от Мистер Хобби, плотно размазывая его кистью по поверхности А после чего сразу втираю его ватной палочкой в саму декаль Жидкость очень едкая и при долгом нахождении на поверхности модели может разъесть краску, поэтому с ней надо работать очень оперативно Ту же самую операцию я повторяю и со звездами на борту самолета Ну как влитая Нанесу черные полосы на крыло и не совсем уверен были ли они именно на этой машине Что по фотографиям судить очень сложно На каких-то они были, на каких-то нет, но я решил их нанести для красоты и просто на всякий случай После чего опять покрываю модель глянцевым лаком Детали шасси я решил не срезать с литника, а покрасить их прямо на нем, что оказалось очень удобно, мне не пришлось их фиксировать как-то еще дополнительно Для стоек шасси также предусмотрено небольшое фототравление и сейчас я его сюда и приклею После чего можно поставить колесо Осталось все это дело покрасить и потом поставить на самолет Стойки я решил приклеить на суперклей, потому что модель очень тяжелая и такие хлипкие стойки под ней бы сразу сложились Да и не то, несмотря на суперклей, я умудрился сломать одну из стоек где-то раза три, а то и четыре Мы уже близки к завершению, а значит с помощью черной смывки выделим всю расшивку и детализацию самолета После того как смывка подсохла, ее излишки я убираю также с помощью кисти смоченной в эмалевом растворителе А жду пока она подсохнет специально, чтобы смывка затекшая в углубление не растворилась Готовая клавишка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А теперь снимем нашу Валеховскую жидкую маску Далось мне это очень непросто и тут я изрядно помучился Ну и тут я опять испытал разочарование, потому что фонарь помутнело, это значит, что придется полировать его еще раз К счастью, я слабо закрепил его на фюзеляже и он легко снимается Перед полировкой я убираю мутные места с помощью мелкозернистой наждачной бумаги Аккуратно зашлифовал стекло и теперь можно его начать полировать теми же способами, что я делал и в самом начале И теперь готовое стекло можно ставить на место Еще одной важной маленькой деталью будет антенна, которую я сделал из очень тонкой вески Обмакнул нужный мне кусочек в суперклей и приклеиваю его на кейс самолета А когда она подсохнет и приклеится, оборачиваю вокруг киля и иду к передней мачте После чего фиксирую его на мачте с помощью капельки суперклея Ну и для красоты можно обвернуть леску вокруг мачты, чтобы было более целостно Ну а излишки нитки я просто срезаю ножом Также сделаем верхнее крепление Сымитирую я его с помощью того же суперклея, аккуратно нанеся капельку на леску И после того, как эта капелька подсохла, я прокрашиваю ее в белый цвет И в общем-то это все Вот такая модель у меня получилась Я надеюсь, вам очень понравилось Пишите, что думаете, критикуйте, оценивайте Мне будет приятно почитать в любом случае все А пока я на этом с вами прощаюсь Мы увидимся с вами в следующем видео И надеюсь, это будет намного скорее, чем это было сейчас Всем спасибо за просмотр Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok